По милости Божией, дорогие Господи, братья и сестры, мы достигли начала Великого Поста. Сегодня, 15 марта, исполняется 70 лет со дня представления Схерки Мадыда Илариона Удодова, настоятеля храма Владимирской иконы Божьей Матери Виноградова на севере Москвы. Отец Иларион всю свою жизнь был верным чадом православной церкви. По горячей любви ко Христу в молодые годы он ушел в монастырь и более 60 лет трудился Богу в монашеском чине. Святые подвижники всегда для нас являются путеводными звездами на духовном небосклоне и во время нашего постного странствования. Посмотрим, например, жизни отца Илариона, как он вел невидимую брань со страстями и какие добродетели рождались в его душе. На протяжении всего Великопостного времени во время богослужения нас сопровождает молитва преподобного Ефрема Сирина «Господи и Владыка живота моего». В этой молитве изложен путь души, идущий к Богу путем покаяния. Воспользуемся теми указаниями на грехи и добродетели, которые есть в этой молитве, и посмотрим, как в жизни православного подвижника воплощались те духовные истины, которых учил преподобный Ефрем Сирин. «Каждый христианин должен прежде всего вести жизнь деятельную, борясь со своими страстями и упражнаясь добродетелем. «Не люблю сидеть без дела, люблю постучать» – такую фразу иногда повторял отец Иларион. «Вся его жизнь связана с трудом, который несовместим с праздностью». В юности он, обучившись кузнечному делу, молодым человеком пришел на Афон в сято-пантеримных монастырь. На Святой горе он нес разнообразные ответственные послушания, которые раскрыли его талант к исполнению технических работ. В 1905 году отец Иларион, который был уже рукоположен сам пресс-фитера, и его старец, егумен Кирилл, приехали на послушание в Россию для сбора пожертвований на монастырь. Уехав со Святой Афонской горы, они уже не вернулись обратно. Господь судил им остаться на родине. С 1914 по 1923 годы отец Иларион подвязался в Московском Сретенском монастыре, занимая одно время хлопотную должность казначея. С 1920 по 1922 года наместником монастыря был священномученик Иларион Троицкий. В начале 1920-х годов сестры Московского Ивановского монастыря стали искать духовника для обители, и одна из сестер, ездившая в Москву на поденные работы, познакомилась в Сретенском монастыре с отцом Иларионом. Позже, в 1930-е годы, по приглашению сестер обители, батюшка стал их духовником и жил в келье при деревянном храме на монастырском хуторе, в котором и служил. Храм власти закрыли 20 мая 1931 года. Последние ивановские сестры были арестованы и отправлены в ссылку в Казахстан на пять лет. Благочинный протерей Константин Спиранский пригласил отца Илариона служить в храме Владимирской иконы Божьей Матери в селе Виноградо. Именно трудническое устроение души отца Илариона спасло его ареста в середине 30-х годов. Общаясь с простым народом, он не отказывался починить костюм, карманные или настенные часы, клал в нуждающемся печи, чинил железные крыши и примусы. И местные жители северных окраин Москвы ходатайствовали перед властями за батюшку, как за искусственного мастера-бессеребренника, который всем все чинил бесплатно. Дух уныния несовместим с тем душевным устроением, которое имел отец Иларион. Уединенная жизнь в непрестанном труде с Иисусовой молитвой, таков был духовный строй жизни почившего старца. И за дня в день текла размерная его внутренняя и внешняя деятельность. Распорядок дня отца Илариона выглядел следующим образом. Ежедневно он вставал в 4 часа утра, 2 часа совершал келейное правило, после чего пил святую воду с просфорой и в 6 часов утра начинал ежедневную работу по плану, как он выражался. Надев фартук, он приступал к своей работе. Вечером, облачившись в короткую кирейную мантию и Петрахирь, снова вычитывал по богослужебным книгам вечернюю и утреннюю, пел стихи рык один маленьким кадилом. И так в течение последнего периода своей жизни неопустительно. Не люблю властвовать над людьми. Такие слова старца сохранили его духовные чадо. Дух любоначалий был чужд подвижнику. Не раз от него слышали. Молчание никогда не раскаивается. Он не любил много говорить. Батюшка отличался исключительно большим смирением. Был молчалив. Во время работы устаива шептали Иисусу молитву. Дух празднословия не уживается с теми, кто сознательно все силы ума и сердца направляет к Богу. Старец всегда и со всеми был необыкновенно вежлив. Не допускал в своей речи никаких грубых резких выражений. Никогда не смеялся. В то же время был прост, сопровождал речь ласковой, согревающей сердце улыбкой. Никогда никто не видел в нем проявления гнева, вспыльчивости или раздражительности. Всю свою многотрудную жизнь он нес разнообразное церковное послушание. И уже будучи настоятелем храма Виноградова, сподобился стать хранителем величайшей святыни православия. Во время Великой Отечественной войны с августа 1941 по 1945 год в Владимирском храме находилась глава преподобного Сергия Радонежского. Служил отец Ларион искренно, истово, тенором очень сильным, чистым, сохранившимся до кончины. Служил с большим чувством, удивительно просто, незатяжно, как-то складно и аккуратно. Целомудрие, по слову преподобного Иоанна Лествичника, есть чистота души и тела. Вся подвижническая жизнь старца была направлена на стяжание этой добродетели. Добродетель терпения была постоянной спутницей отца Лариона. Господь по-разному испытывал своего подвижника. Однажды, еще начиная свое послушание в монастыре, работая на строительных лесах, он упал с высоты около 30 метров и сильно разбился. Было ему тогда около 23 лет. По заведенному на фоне обычаю его, как находящегося в безнадежном состоянии, пострили в схему, оставив при постриге имя Илларион. Однако он поправился, продолжал работать и с тех пор до глубокой старости никому об этом не говорил. Его долгим жизненным спутником была болезнь, которая возникла, вероятно, от подъема тяжести и особенно тяжело переживалась им в последние дни его бескорыстной и праведной жизни. «Матерь всех благ и совершенницы всякой добродетели и любовь», – писал святитель Иоанн Златоуст. Все, кто соприкасался со старцем в одни его земной жизни, чувствовали этот особый дух, почивающий на верных служителях Христовых. Старик часто говаривал, «Заповеди Господни знаешь? Их надо исполнять». Таков был его ответ на вопрос о спасении и духовной жизни. И сам он в пример приводил свою встречу с отцом Иоанном Кронштадтским, когда на вопрос уставшего от народа всероссийского молитвенника, что ему нужно, кратко ответил. «Мне ничего не нужно от вас, дорогой батюшка, прошу только ваших святых молитв». Молимся о покоении души усопшего раба Божия, преснапоминаемого священно-архимандрита Илариона, погребенного недалеко от нас в храме Владимирской иконы Божией Матери, и просим его святых молитв. Божьей помощи и благословения всем нашим благомольцам!